Здравствуйте! Вы смотрите программу событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Скоро на выписку. В больнице Середавина мальчик получил необходимую помощь после приступа в самолете, летевшим рейсом Екатеринбург-Симферополь. Безопасный город в Самаре обеспечение правопорядка будет соответствовать требованиям ФИФА. Поработал, отдохни. Передовики городских субботников получили благодарность от главы Самары. Доехать до аэропорта в полтора раза быстрее. Новую дорогу от поселка Волжского до Курумыча откроют в конце года. От Рюриковичей до наших дней мультимедийно-исторический парк в Самаре заработает уже этой осенью. Состояние 10-летнего мальчика, у которого во вторник в самолете случился приступ эпилепсии, врачи оценивают как стабильное. Напомню, в Самарском аэропорту Курумыч совершил экстренную посадку борт, следовавший рейсом из Екатеринбурга в Симферополь. Ребенок потерял сознание во время полета. Когда он перестал дышать, ему оказали первую помощь. Уже из аэропорта мальчика срочно доставили в областную клиническую больницу Середавина. Если бы экипаж не посадил самолет, возможно, приступ бы повторился, и это могло привести к остановке сердца, говорят врачи. Как выяснилось, в ходе обследования у него это был первый приступ. Ранее ребенок эпилепсией не страдал. При ряде провоцирующих факторов, особенно у детей, если это недосыпание, будь то ранний рейс или ночной рейс, игра в гаджеты, какая-то стрессовая ситуация, температура тела высокая на фоне ОРВИ, мозг ребенка подвержен разрядам эпилептическим. Это не обязательно развитие эпилепсии как болезни. Вероятно, ситуационно обосновленный единичный в жизни приступ. Выпишут ребенка из больницы в конце недели. Домой мальчик с мамой доберется уже на поезде. В ближайшее время летать ему запрещено. Это уже не первый случай в этом году, когда ради спасения жизни сажают самолет. В апреле в Курумыче экстремально приземлился рейс Москва-Фергана. Причина – роды 37-летней пассажирки из Узбекистана. Женщину отправили на скорой в больницу, а самолет полетел дальше. Программа «Безопасный город» должна соответствовать всем требованиям ФИФА. Перспективы развития программного комплекса обсудили участники координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Самарской области. Система уже себя зарекомендовала. Ее применение снизило показатели аварийности на дорогах. Но еще есть над чем работать. Глава региона указал и на конкретные пункты. Так, в 2016 году комплекс помог раскрыть всего лишь 66 преступлений. Меркушкин поручил подготовить сметную документацию, которая позволит усовершенствовать комплекс. Работы необходимо выполнить строго в соответствии с международными требованиями. У нас впереди через год чемпионат мира. Чемпионат мира. Значит, что будет смотреть весь мир и любой какой-то сбой или еще что-то, это будет огромным бедном на всей нашей стране. Давайте мы решим задачу сегодня ту, которую нам надо решить, исходя из требования ФИФА. С инвестором строительства Самарской клиники сердца может стать одна из крупнейших в России компаний по предоставлению медицинских услуг. Вопросы сотрудничества обсудили на рабочей встрече губернатор Самарской области Николай Меркушкин, генеральный директор АВПетер Глеб Михайлик и директор компании современные медицинские технологии Сергей Шатила. Клинику сердца в Самаре строят по программе государственно-частного партнерства. Новый кардиоцентр в Самаре должен стать уникальным по формату, масштабу, уровню оснащенности и сервиса. Глеб Михайлик отметил, что при разработке проекта использовались самые высокие европейские стандарты. Компания Санкт-Петербурга также готова выступить с инвестором строительства. Она уже участвовала в создании перинатального центра в Казани и роддома в северной столице. Такого уровня и глубинные взаимодействия между частным инвестором и органами государственного региона, я раньше не видел в одном из проектов, в том числе и в нашем проекте. То, что задумывается, то, что уже построено, ну, конечно, впечатляет масштабом, современностью и качеством. Администрация Ленинского района Самары рекомендовала Трансгрузу доработать проект застройки 109-го квартала по результатам публичных слушаний. Речь идет о планировании и межевании территории в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской, Садовой. Проект предусматривает строительство семи 17-этажных жилых секций. Он прошел согласование в городском департаменте градостроительства и в 2016-м вышел на публичные слушания, после чего жители квартала и экспертное сообщество забили тревогу. Рекоотделение Союза архитекторов и Общественный совет при управлении охраны памятников Самарской области стройку раскритиковали за нарушение норм и правил градостроительного проектирования. Месячник по благоустройству стал самым массовым за последние годы. Почти полмиллиона человек вышли на Общественный субботник. Причем многие организации работали в полном составе, а наиболее активных наградили в торжественной обстановке. Всего месяц понадобился горожанам, чтобы привести Самару в порядок. Убрали 46 миллионов квадратных метров территории, вывезли сотни тысяч тонн мусора. В общегородском субботнике приняли участие треть населения города. И вот подведение итогов. Организациям, которые наиболее активно участвовали в месячнике, вручены благодарственные письма главы города Олега Фурсова. В этом году мы подошли неординарно к тому, чтобы провести и обратиться ко всем людям, но и поднять ту народную волну любви к городу Самары, чтобы практически не по приказу, а по зону сердца все вышли и привели наш город в чистоту и порядок. Я очень благодарна вам за то, что вы откликнулись на призыв главы городского округа Самары на то, чтобы город привести в порядок. У нас обновляются фасады исторического центра Самары. У нас украшаются многие места, которые для людей действительно исторически сложились, и они стали абсолютно родными. Договоры об участии в общегородском месячнике по благоустройству подписали более 50 организаций. В числе награжденных коллектив телеканала «Самаргиз». Редакция не только своевременно освещала все события, связанные с субботником, но и вместе со всеми убирала город. Без отрыва от телепроизводства сотрудники в полном составе вышли, чтобы привести в порядок двор на улице Чернолеченской. Дорогие друзья, мы все самарцы, и нам от наших родителей, от наших бабушек и дедушек достался этот город. Со всеми ее великой историей, с его невероятным своеобразием, с его, наверное, большими проблемами. По-моему, то, что происходит сейчас, это большой шанс оставить нашим потомкам этот город только с достижением истории и своеобразием, и без всяких проблем. Спасибо всем большое. Но масштабные работы по благоустройству продолжаются. Жителям, гостям города следует отнестись с пониманием к разрытым улицам и перекрытым дорогам. Всего за год Самара может преобразиться до неузнаваемости, так, чтобы достойно встретить игры мирового футбольного первенства. Олег Зверев, Василий Колдашов, События. В полтора раза быстрее добраться до воздушных ворот города уже в конце этого года. Сейчас полным ходом строят новую магистраль от поселка Волжский до аэропорта Курумыч. Дорогу протяженностью 5 километров включает в себя путепровод, который пройдет над железной дорогой. На стройплощадке побывала Марина Матвейшина. Электрички ходят, строители работают над железной дорогой, которая ведет в аэропорт, возводят путепровод длиной 156 метров. Это часть новой дороги от поселка Волжский до аэропорта Курумыч. Путепровод возвышается над землей на 12-метровых бетонных опорах. Сама конструкция полностью металлическая. Балки высотой 2,5 метра, сверху ортотропная плита. Проверенная временем уже надежная конструкция. Рассчитан под нагрузку всех трон. Параллельно с возведением путепровода рабочие делают насыпи, чтобы соединить дорогу с мостом. Для этого каждые 30 сантиметров песка проливают водой и выравнивают слой за слоем, пока высота насыпи не достигнет путепровода. Затем установят переходную плиту и все вместе соединится дорожной одеждой. На всем полотне у нас производится новая система 3D-технологии. По 3D-технологиям получается все намного быстрее, качественнее и беспроблемно. То есть бульдозера, экскаваторы, в общем они грейдеры, автогрейдеры, они все делают по системе 3D, по спутникам, по тарелкам. Автоматически все полностью работает без, грубо говоря, людей. Строительство новой дороги идет круглосуточно. В целом ее готовность оценивается в 60%. Объект разделен на несколько участков. Разворотное кольцо рядом с новым терминалом аэропорта уже заасфальтировано. Газоны вдоль дороги тоже приведены в порядок. Такая развязка сделает удобными подъезды и выезды из аэропорта. Данная дорога ускорит от поселка Волжского по скорости до аэропорта и в обратную сторону. Проезжать будут, наверное, раза в полтора быстрее. Новая магистраль протянется на 5 километров по две полосы в каждую сторону. Проезжать по ней можно на скорости 120 километров в час. Движение обещают открыть уже в конце этого года. Когда построят новую дорогу Самары-Курумыч, старую демонтируют. А на этом конкретном участке от железной дороги до заправки сделают бесплатную парковку. На 121 автомобильное место. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События. Еще одна стройка стартует в июле. Обновят участок Красноглинского шоссе от моста через реку Сок до Волжского шоссе. Дорогу расширят до четырех полос. Сколько денег запланировано потратить на ремонт, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Нефть по-прежнему ценой не радует. Баррель марки Brent опустился ниже 51 доллара. Валюта дорожает. Курс на 1 июня. Доллар 56 рублей 68 копеек. Евро 63 рубля 41 копейка. Золото стоит 2294 рубля. Серебро 31 рубль 38 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 56 рублей 85 копеек. Дороже всего продать за 56 рублей 45 копеек. Россияне могут рассчитывать на возвращение своих доходов к докризисному уровню не раньше 2022 года. Такой прогноз дает Минэкономразвитие. Производство внедорожника «Шевроле Нива» возобновилось после двухнедельного простоя конвейера. А в Самаре Красноглинское шоссе отремонтируют за 1 миллиард рублей. Торги на поиск подрядчика уже объявлены. На этом все. Удачи в делах. Отопление водопровод и электрика в 10-м доме на аэродромной заменили все коммуникации по программе капремонта. Инженерная проверка показала, старые трубы забиты, а электрика находилась в ужасном состоянии. Вместе с жителями работы принимала Марина Матвейшина. События пятиэтажного масштаба. Жители Хрущевки по улице Аэродромной сегодня принимают работу по замене инженерных сетей. Полтора месяца назад в доме начался капитальный ремонт. Жители обрадовались. За 55 лет в доме ни разу не меняли трубы полностью. Без конца прорывались трубы, топило людей, особенно на чердачных помещениях. Но там сейчас все заменили и все нормально у нас. Сразу после отключения отопления бригада рабочих принялась менять все трубы – системы водоотведения и отопления. В теплоузле мы заменили все трубы, заменили задвижки, новые манометры, новые термометры установили, заменили все запорные устройства. Новые батареи в подъездах и квартирах обещают сделать предстоящие зимы теплыми и уютными. А новые светодиодные лампочки помогут сэкономить на электричестве. Всю проводку тоже поменяли в рамках капремонта. Мы поставили новый шкаф, новый ВРУ с новой автоматикой, со вставками новыми, счетчики учета, отдельно домовой, отдельно места общего пользования. Провели новую проводку по всему дому, по стоякам. Рабочие подрядные организации трудились под чутким контролем как самих жителей, так и надзорной службы фонда капремонта. Специалисты фонда выезжают на объекты каждую неделю, если требуется, то и чаще. Проверяют качество работ и разрешают возможные конфликты между подрядчиком и людьми. Чаще всего это решается в пользу жителей и тот материал, которым необходимо, устанавливают именно тот материал. Это все идет на согласование, согласование с руководством и, соответственно, пропускается при предъявлении определенных сертификатов, если идет замена конкретного материала, указанного в договоре на новый материал. По завершению жители, управляющие организацией и фонд капремонта подписывают акт о приемке работы. Гарантия у нас на объектах 5 лет по договору. В течение гарантийного срока мы всегда адекватно относимся ко всему этому. Мы меняем, исправляем. Всего в рамках программы капремонта сделали более 2000 домов. По решению жители в них меняли коммуникации, чинили крышу или приводили в порядок фасад. На этот год запланировано отремонтировать еще тысячу многоквартирных домов. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков. События. Больше 9 тысяч выпускников Самарской области сегодня сдают ЕГЭ по математике. Экзамен включает 20 заданий. На решение отводится 3 часа. Успешная сдача позволит получить аттестат об окончании школы, а также подать документы в институты, где его не нужно сдавать. Профильный ЕГЭ необходим для поступления в вузы на специальность, где математика является одним из вступительных экзаменов. Результаты будут объявлены не позднее 14 июня. 480 тысяч детей отдохнут этим летом в лагерях и санаториях, в том числе и с дневным пребыванием. Оздоровительная кампания стартует завтра в Международный день защиты детей. Почти все учреждения готовы принимать ребят, кроме трех «Тихие озера», «Спартак» и «Россия» в период первой смены. Родителям забронировавших или купивших путевки в эти лагеря расскажут, как вернуть взносы или предложат другие места отдыха. Мы не можем допустить, чтобы в такие объекты наши дети с вами въезжали, посещали такие учреждения, только в связи с самым главным критерием – это безопасность пребывания детей в любом учреждении отдыха и оздоровления. От Рюриковичей до наших дней мультимедийный исторический парк в Самаре откроется осенью и станет не только одной из культурных достопримечательностей региона, но и образовательной площадкой для проведения уроков истории. О реализации проекта говорили на заседании расширенной коллегии областного Минкульта. Одна из наиболее важных задач – создание нового формата работы районных домов культуры. Они должны стать местом ежедневного семейного отдыха. Сейчас ведомство готовит программу для гостей и участников Чемпионата мира по футболу. Она должна быть интересной как для обывателя, так и для ценителей высокого искусства. На протяжении всего периода Чемпионата мира здесь будет действовать площадка фестиваля болельщиков. Наша задача – спланировать такую культурную программу, чтобы никому не было скучно, независимо от того, есть футбол на экране или перерыв в этом главном действии. Театры будут, безусловно, все задействованы и в этой концертной программе, которая здесь будет на площади Куйбышева, и сами будут продолжать работать. Проект, который подарил семьи десяткам сирот, сегодня свой пятилетний юбилей отмечает программа телеканала «Самара ГИС» «Право на маму». В преддверии Дня защиты детей торжества в парке Гагарина организовала партия «Единая Россия». В числе почетных гостей – депутаты Надежды Колесникова, Марина Седухина, общественники и дети, которые обрели семью. Репортаж Алины Чемерис. Еще год назад маленькая Лиза жила в детском доме. У девочки было множество проблем со здоровьем. Теперь малышка чувствует себя лучше. У нее появилась семья. Историю Лизы Ольга Щеголева увидела в программе «Право на маму». Говорит, сразу поняла, девочка должна жить в ее семье. Очень добрая, очень ласковая. Вообще никогда нет никакой нелюбви к кому-то. Дружить со всеми. Ну, ребенок замечательный. Ролик он передал. И всю вот ее прелесть, какая она сейчас, я ее такое и видела на этом ролике. Хороший был очень ролик, очень качественный. И мы до сих пор его пересматриваем. В программе «Право на маму» сегодня исполняется пять лет. За это время ее бессменный автор и ведущая Инесса Панченко рассказала о десятках воспитанников детских домов и приютов. Благодаря передаче 140 детей теперь живут в семьях. Проект «Право на маму» не раз становился победителем всероссийских конкурсов. За пять лет программа выросла. Теперь в ней рассказывается не только о детях-сиротах, но и о проблемах приемных семей и выпускников детских домов, благотворительных организациях. Судьбу своих героев создатель программы старается отслеживать. Через год, через два после того, как они попали в семью, это совершенно другие дети. Они настолько раскрываются, они проявляют столько талантов. У них меняется выражение лица, у них меняется отношение к жизни, за что несказанная просто признательность приемным родителям. Задумывалась эта программа для того, чтобы обозначить социальную проблему, проблему социального сиротства. И вы сегодня видите счастливые лица этих детей, которые приобрели семьи. Вы видите счастливые лица матерей, отцов, которые приобрели детей. И что немаловажно, они берут не одного ребенка, а несколько. То, что проект, который помогает сиротам найти любящих родителей, появился именно в Самаре, не случайно. Здесь в 90-е образовалась первая в России приемная семья. Чужих детей не бывает. Самарцы доказывают это и сейчас. Вот сейчас только в Самаре более 600 детей находятся в приемных семьях. И, конечно, у нас сейчас кандидатов в приемные семьи, усыновители. В очереди стоит огромное количество людей. Свой первый юбилей программа «Право на маму» отметила, как всегда, душевно. В день открытия форума приемных семей. В числе самых благодарных гостей – герои многочисленных выпусков передачи, у которых теперь есть родители. На праздники детей ждали творческие мастер-классы и развлекательная программа. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, Григорий Плешаков. События. Танцы без ограничений. В Самаре прошел отчетный концерт уникального ансамбля. В нем вместе выступают люди с инвалидностью и без. Танцы помогают им улучшить физическое и эмоциональное состояние и найти единомышленников. Репортаж Валерии Макаровой. Это и есть инклюзивный танец. Его вместе исполняют партнеры с инвалидностью и без. Конечно, есть разница между классическим заниманием бальных танцев и инклюзивными танцами. Но это всегда интересно – изучать что-то новое, чувствовать партнеры с другой стороны, открывать какие-то новые возможности. Это первый большой концерт танцевального коллектива «Сол энд Дэнс». Его название переводится как «Душа и танец». Здесь люди с ограничениями по здоровью вместе с волонтерами осваивают современную хореографию, танго, хип-хоп, танцы народов мира. У нас занимаются ребята с разными формами инвалидности. Это колясочники, это ребята с ДЦП. У них разные повреждения на портно-виктивного аппарата. Ребята слепые, ребята глухие, ребята с ментальными нарушениями. И к каждому из них подходит свое конкретное направление. Ограничения, которые ставят люди, они прежде всего в голове. А вот сегодня представители этого танцевального коллектива, они нам говорят о том, что может быть поставлена цель, и эта цель обязательно будет достигнута. Танцевальная студия существует только год, но за это время коллектив не раз занимал места на региональных и международных конкурсах. Валерия Макарова, Григорий Плешаков, События. Звезду куйбышевского настольного тенниса вспоминали в Самаре. Мемориал мастера спорта Виктора Попова во второй раз собрал со всей страны ветеранов этого вида спорта. Как любителей, так и профессионалов. Кто стал чемпионом, расскажет Андрей Горгуленко. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите Самарские новости спорта. Мемориал мастера спорта Виктора Попова в Самаре проходит второй год, но уже имеет статус всероссийского. На турнир приехали как любители, так и профессионалы, а 30 лет и старше. К столам вышли спортсмены из Казани, Уфы, Чебоксара, Екатеринбурга и Саратова. За 63-й регион сражались почти все города-губернии. Ведь для большинства самарских теннисистов Виктор Попов первый тренер. Это первый наш куйбышевский теннисист, который достиг результатов не только на всероссийской всесоюзной арене, на международной арене. Он был в составе студенческой сборной Советского Союза, был чемпионатом студенческого чемпионата мира, универсиад, как она сейчас называется. И входил в восьмерку сильнейших спортсменов страны. В то время сделать это было очень сложно. Это мой старший товарищ. Мы всегда слушали, всегда его беседы, рассказы о спорте. То есть он для меня очень много помог подчеркнуть настольный теннис, скажем, немножко изнутри. Владимир Барашкин – паралимпиец, неоднократный участник международных турниров среди глухих. Однако и на обычных соревнованиях частый гость. Саратовцу и здесь улыбается удача. В настольный теннис Владимир пришел из хоккея в 30 лет, а в 45 он уже мастер-международник. В тот год Барашкин выиграл бронзовую медаль сурдолимпийских игр. Ветеран и на мемориале Попова готов побеждать. Квалификация прошла легко, я всю встречу выиграл 3-0 легко и вышел в основной все. Турдбайсом я играл только однажды или два раза, это было давно. А с Козловским не играл ни разу. Но в принципе я самарских, когда приезжали несколько лет назад, я выиграл у всех. Первый день соревнований прошла квалификация в парном и одиночном разрядах, а также в микстах. Во второй спортсмены разыграли награды. Почти все золотые медали достались спортсменам Самарской области. Серебро и бронзу поделили между собой теннисисты Екатеринбурга, Саратова и Чебоксар. Это все новости к этому часу. Больших побед вам. Удачи. МЧС предупреждает об усилении ветра завтра, 1 июня днем в большинстве районов области пройдет кратковременный дождь, местами гроза, при которой ветер может достигать 20 метров в секунду. В случае ухудшения погодных условий на улице следует избегать линий электропередач, не стоять под деревьями и рекламными щитами. Лучше спрятаться в подъезд или магазин. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам и будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова